Шо трудяги, всем здорова! Как вы уже поняли, старая наша локация. Сейчас вам расскажу несколько моментов, которые помогут сэкономить вам ваши деньги, найти выгодное предложение, все, что связано с лучшими ценами по технике в 2024 году и, возможно, на последующие года. Тем, кому интересно, соответственно, данная тема будет раскрыта, те остаются смотреть ролик дальше. Ну, если нет, значит нет. К моему YouTube-каналу уже пошел четвертый год. Первый его выпуск вышел прям совсем давно, где-то в 20-м в феврале месяце. Курьерская работа, все прочее. Я тогда вообще не знал, что, в принципе, я разовьюсь на какую-то тематику, да. Я не планировал вообще ничего. Я планировал просто научиться выражать свои мысли, научиться говорить и побороть какое-то стеснение с общениями в людях, скажем так, да. Перестать запинаться и все прочее. Первый ролик из хозяйства вышел где-то спустя два месяца. Чисто случайно начал снимать нашу работу, как мы там ворочаемся, ковыряемся. И вам зашло. Пошла эта тема, пошла тенденция, начали появляться люди. Именно люди, я их называю не подписчиками, а именно мои люди, да, которые со мной, кто поддерживает, кто смотрит меня. После этого начал расти канал. Начало появляться много знакомых, хороших, много узнал дилеров, много узнал дистрибьюторов. И так же, как развивался канал, развивалась вся тема сельского хозяйства. Для себя я много приобрел абсолютно нового. Я узнал его полностью с другой стороны. Не так, как видит большинство, да. Где-то это хорошо, где-то это плохо. Но в целом, я вот думал, наверное, эту зиму, когда закончился сезон, он достаточно трудно закончился, и он будет трудный следующий. В целом, это трудно идет всегда, каждый год. Я начал думать, как превратить YouTube-канал в какой-то ресурс, который может помогать людям в какой-то степени, да. Единственное, наверное, такое из большинства количества идей, которые я выбрал, это техника. То, к чему я склонен, то, что я люблю больше всего в сельском хозяйстве. Я не буду это скрывать. Весь мой упор на канале сделан на технику. В большей степени на большую, да. Возможно, просто я маленький, и мне нравится большой трактор. Как это изначально было, когда появился 150-й. Я думал, мне это не понравится, но за месяц, за два, наверное, где-то я втянулся, я понял то, что большой трактор это реально прикольно. Я не знаю, почему, но это прикольно. на нем комфортнее работать, чем на маленьких, ну и все прочее. Ладно, это уже моменты. Дальше началось знакомство, да, я начал выяснять этот рынок, начал копаться дальше, 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 и как бы я понял, то, что, в целом, каждый дилер лоялен подстраивать какую-то цену, каждый дистрибьютор может дать какую-то лучшую цену. Вот как найти эти скидки, как найти какую-то технику, да, подобрать, перевести переговоры насчет покупки. Я уже это научился делать. Я уже помогал людям, сейчас помогаю людям. назвать его проектом полноценным, пока, наверное, нет. Пока, наверное, это чисто мой энтузиазм, энтузиазм той команды, которую я собираю, молодые ребята, они тоже будут мелькать в роликах, дальше они появятся. Вся суть именно в конечном результате, чтобы человек получил самое выгодное предложение. Наверное, я не смогу прям вот красиво вам донести эту какую-то глобальную мысль, да, но я знаю, где найти технику по лучшей цене именно для вас. Те, кто обращается ко мне, те, кто спрашивает, где мешать найти там то-то, то-то, да, есть какие-то запросы. Из того, что сейчас есть в моей копилке или портфолио, как его назвать, маккормики, работа с дистрибьютором Cinect Industrial, работа с БМ-техникой, там я даже негласный амбассадор данного дилера. Прицепное в портфолио на данный момент, ну, достаточно уже много присутствует моментов, на которые я могу давать лучшую цену, именно общаясь с дистрибьюторами напрямую или с дилерами, которые лояльны и готовы к этому подходить. Также еще, конечно же, плуга, не только эти, есть и другие. Это все итальянское, вот это вот идет. И разбрасыватели удобрений. Это просто локация, на которой мы появились и на которой собралось все в нужный момент. Конечно же, кроме крупной техники, таких, да, мастодонтов, которые сейчас, особенно вот этот, зашли на рынок, есть присутствует рынок, наверное, спрячемся немножко от ветра, чтобы вам было комфортнее. Есть рынок мини-техники, мини-тракторов, да, в котором тоже я знаю, где найти лучшие цены и вам это подсказать. Вот это вот все накопленное с годами, да, вот за все это время, может превратить YouTube-канал в какой-то ресурс по помощи людям. Также обращаются люди, которые вообще не знают, что купить, какую технику выбрать, какую. Вот именно актуальна проблема в мини-сегменте, потому что человек, это, знаете как, это даже не фермер, это вот начальный тот этап, когда он хочет купить себе какого-то заменителя лопаты, да, который будет ему помогать чистить снег, пахать огород, убирать, возможно, даже колымить там где-то чего-то. И когда начинаешь помогать, чувствуешь какую-то отдачу. Человек реально говорит спасибо. Это такой приятный даже момент. Также возможно найти лучшую цену на погрузчики, по запчастям знаю, где подсказать, уже знаю, где сам покупал, да, знаю, кого посоветовать, по колесам, по шинам, по дискам. Знаю крупные фирмы, которые готовы как бы, да, от меня давать какие-то лучшие предложения, найти, посмотреть и, возможно, приобрести в дальнейшем. Потому что те, кто помогал мне менять резину на кировцы, вот этот вот Нортек, да, они мне очень сильно помогли, мы как бы с ними дальше начали сотрудничать, и я понял то, что ребята реально честные. вся вот эта база, которая у меня есть, когда я вот начал по выставкам особенно ездить, да, вот мне тогда люди начали писать всякую, зачем по выставкам, зачем тебе это надо, надо, я даже не знал, зачем мне это надо, изначально это был чисто энтузиазм, и мне это доставляло удовольствие, общение, знакомство, что-то новенькое, а потом я понял то, что можно собрать какую-то базу тех людей, которые именно будут помогать другим людям, я соответственно могу на это как-то чуть-чуть повлиять, особенно актуально это вот 2024 год, когда уже цены на все, что можно, они растут все выше, 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 и я понял то, что как у нас принято говорить ныть, уже не прокатывает, никто не будет услышан. Услышан будет в других совсем случаях, нам нужно именно найти, найти что-то вот дельное. В общем, у кого есть вопросы, контакты я оставлю под роликом, весь диапазон, наверное, практически мощностей, я знаю, где подсказать хорошие цены, по прицепному оборудованию я тоже достаточно обширно уже знаю, где можно у кого подсказать, также очень актуально ниша ведения залежных земель, знаю, где лучшие предложения по ротоваторам, по фрезам, по мощным именно, которые будут работать долго, прям реально долго, и у них уже есть большая репутация, знаю эти крупные фирмы, которые готовы сотрудничать. Ну, конечно же, мини-сегмент, мини-техника, если, допустим, вы посмотрели этот ролик, у вас есть какое-то желание приобрести что-то маленькое, начальный трактор, который будет вам помогать в хозяйстве, вы можете обратиться напрямую, можете позвонить мне, написать, я вам подскажу, все объясню, подскажу рынок. Мы сейчас не идем по фирмам, мы идем именно по цене, качеству, мы должны, не мы должны, а каждый человек должен для себя выбрать тот диапазон цен, который он может себе позволить, и все. Чем ниже цена, тем больше нужно ремонтировать. Чем выше цена, тем меньше техника будет требовать какого-то ремонта, но она будет требовать хорошего обслуживания, имейте это в виду. Хороший помощник в хозяйстве должен хорошо обслуживаться, не может быть так, что вы купили себе маккормик, допустим, обслуживая его какими-то дешевыми материалами, это не прокатит так. Вы покупаете его, вы покупаете обслуживание соответствующего качества. Все довольно-таки просто и понятно. Ну что, наверное, врываемся в этот рынок потихонечку. Буду так же смотреть, развивать данное направление. Попробую найти хороших дистрибьюторов по технике, которые готовы идти навстречу конечному покупателю и быть лояльными к нему. Не то, что даже продажа, постпродажа, когда у человека расслоилась резина, когда у меня такие были случаи, через год, то, что это будет в ролике, ну, будет ролик у меня вот на днях, я завтра поеду его снимать, у него расслоилась шина, да? Как ему помочь? Я знаю, как помочь. Будем помогать потихонечку и знаю потом в случае чего, кто ему поможет по лучшей цене на рынке, допустим, найти эту шину, найти размер, подобрать и все это сделать. Все достаточно просто. Все информацию я вам преподнес, то, что мы будем производить в 2024 году. У кого есть вопросы, у кого есть какие-то моменты, у кого есть пожелания, у кого есть уже актуальные моменты по той технике, которая ему нужна, пишите, звоните, я готов ответить на вопросы и начнем с вами сотрудничать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!